Телевизор купила год назад. И что, мне опять 30 тысяч или 40 брать кредит и брать телевизор? Техника сгорает, продукты портятся. Десятки жителей поселка Центральный живут и гадают, когда вновь обесточат поселок. Свет в Барнаульском пригороде выключают несколько раз в неделю, вот уже второй год подряд, рассказывают люди. Как балуются со светом, свет без конца мигает и мигает. Техника сгорает, и продукты в холодильнике сутками бывает нету. А сейчас зима начнется, сейчас у нас газофицировано, во-первых, у нас тогда отопления нету, ничего нету, это вообще. Лично я купила генератор, что свет вырубают, потому что у меня, мне свет нужен, я без света никак не могу, у меня доильный аппарат корову доить. Как накладно пришлось потратиться на это? Ну как, 40 тысяч отдали за генератор. Очень некомфортно, когда выключают, особенно когда даже не предупреждают. Магазины в поселке отдельная история. Из-за многочасовых перебоев со светом продавцы вынуждены выкидывать продукты. Все начинает таять, то есть мы элементарно, мы даже весы не успеваем зарядить, весы разряжаются, как бы все это, убытки, убытки. Люди рассказывают, что практически ежедневно звонят в Лебяжинскую администрацию, но там ничего конкретного и внятного не объясняют. Да и не всегда отвечают, возмущаются жители. Нам же пояснили следующее. В субботу это из-за грозы было отключение, а так в последнее время, да, отключают вообще информацию по графику, когда, свет и где, в каких районах, на сайте Алтайэнерго. Ну а почему участились-то в последнее время, а раньше же такого не было? Почему так часто? В чем причина-то? Обслуживание сетей. Там что-то меняют, что-то износилось. Каким образом ресурсовики оповещают жителей и оповещают ли в принципе, мы выясняем через официальный запрос в Россети. А между тем, коммунальные юристы советуют людям требовать с энергетиков перерасчет. Можно написать претензию, потребовать перерасчета услуги, оказанные с ненадлежащим качеством. Энергосомжающая организация должна будет произвести такой перерасчет. А что касается законности, отключения и их длительности, специалисты советуют обратиться в прокуратуру. Надзорный орган может затребовать документы о состоянии сетей, оценить, насколько они изношены. И обязать заменить, если это необходимо, а в случае неисполнения обратиться в суд. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.